Более 200 участников. Столько любителей спорта собрали городские соревнования под зюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Состязание провели, чтобы выбрать лучших спортсменов для участия в первенстве Самарской области, которое пройдет уже в конце марта. Дети очень соскучились по соревновательной практике. Это видно. Все борются, все борются за победу, жаждут участвовать. Им нравится. Я вижу, что им нравится. Спорт, в первую очередь, воспитывает характер. Джудо дает очень много, помимо спортивных, физических качеств, развивает интеллект. Спорт, в принципе, дает много друзей, много общения, ну и возможность, наверное, повидать всю Россию, а впоследствии мир. Перед началом соревнований мальчиков и девочек разделили на 9 весовых категорий. В первом этапе состязаний выступали девушки и юноши в легком весе. Во втором боролись тяжеловесы. Для победы в поединке необходимо было в течение трех минут выполнить броски, чтобы получить оценку судей. Юным спортсменам, чтобы исключить травмирование, запрещены болевые и удушающие приемы. А также им нельзя выполнять броски назад с падением и броски с колен. За определенную технику выполнения бросков даются оценки. Ипон или вазари. Также есть наказание, есть незначительное наказание, которое наказывается шида. Есть серьезное наказание, как консок у маки. Ипон – это чистая победа, достаточно бросить противника на спину. Вазари – это полпобеды, это бросок на бок. Дзюдо – один из самых популярных видов спорта. Уже в 15-ти общеобразовательных школах города дети могут бесплатно записаться в секцию единоборств. Так, 14 лет назад в спорт попал Никита Ракшаев. В секцию дзюдо попросился сам. После того, как в детстве во дворе произошел конфликт, в котором он не смог дать отпор отбитчику. Теперь Никита – мастер спорта. Выступает на соревнованиях и тренирует детей. Говорит, перед боем важно правильно настроить ребят. Есть у нас речь, которую мы всегда говорим своим ребятам, настраиваем их. Ну, потому что у них мандраж, они очень сильно переживают. В принципе, там волшебных слов нет, просто нужно их успокоить, настроить, чтобы они чувствовали себя, ну, как на тренировке. Победители и призеров определили по лучшему результату в каждой весовой категории. По итогам соревнований состоялось награждение медалями и дипломами соответствующих степеней. Максим Магомедов, Василий Колдашов. События. Продолжение следует... Продолжение следует...